Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла. Глава 3 стихи с 28 до конца главы и глава 4 первые три стиха. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо, что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания к римлянам святого апостола Павла. И сегодня перед нами конец третьей главы, начало четвертой. Третья стихи из 28 до конца главы, и четвертая, первые три стиха. Небольшой отрывок, но опять же таки апостол Павел продолжает раскрывать перед нами тезис спасения через веру. Но спасение через веру не означает только веру. Это не протестантский принцип, да, соло фида, соло скриптура. Только вера, только Писание. Вера без дел мертва, как говорит нам апостол Иаков в своем соборном послании. И действительно, если нет дела веры, если нет плодов веры, то она мертвая и не спасительная. А дела — это дела заповеди. Действительно, дело веры — это исполнение жизни по заповедям, жизнь в любви, как говорит апостол Иоанн Богослов. Соответственно, мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона. Здесь апостол Павел говорит о той ситуации, которая сложилась в его время. Сложилась такая, знаете, слепая уверенность в том, что скрупулезное и механическое, то есть не пропущенное через сердце, исполнение закона, который включает в себя как заповеди нравственного толка, нравственного характера, так и заповеди чисто ритуальные. Плюс здесь нужно еще учитывать и отеческое предание, которое существовало в иудаизме. Как сам апостол Павел говорит, я был неуемным ревнителем отеческих моих преданий. Соответственно, все заповеди, все это отеческое предание, оно затрагивает все сферы человеческой жизни. И вот люди слепо были уверены в том, что механическое исполнение всего комплекса этих правил делает их какими-то особенными пред Богом, как будто бы спасенными. Но здесь мы видим, что апостол Павел вот эту уверенность рвет на корню, рубит на корню, говоря о том, что мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона. И вот как он это аргументирует, дальше буквально через несколько стихов мы увидим. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? То есть он говорит, что вот вы, иудеи, вы знаете закон, вы знаете все предписания, и вы можете поклоняться Богу, как вам кажется, вот истинно и правильно, а все остальные вообще не могут ему поклоняться? То есть получается, Бог, он только ваш Бог, а всем остальным он не Бог? Все остальные не должны его почитать, не должны поклоняться, не должны к нему прикоснуться к Богу, да, к истине. Вот такой эгоизм чужд священному писанию, чужд пониманию Бога вот этому откровенному, библейскому. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, говорит апостол Павел, потому что действительно Бог пришел, чтобы спасти всех, и чтобы все пришли в познание истины, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере, да, то есть те, кто обрезались, то есть иудеев, да, кто поверил по вере, а не обрезанных через веру. Путь спасения и тех, и других лежит через веру на самом деле. Поэтому, итак, мы уничтожаем закон веру, спрашивает апостол Павел, да, такой риторический вопрос. Нет, отвечает, но закон утверждаем. Действительно, вера, она дает спасение. Мы веруем в воскресшего спасителя. В этом нет закона. Невозможно заставить человека верить. Можно заставить человека не убивать, можно заставить человека не прелюбодействовать, не завидовать, да, не лжесвидетельствовать. А вот верить в Бога, верить в Его светлое воскресение и полностью отдать себя, верить все свое существо Ему, заставить невозможно. Соответственно, вера утверждает закон. Ибо только через веру человек получает силы совершать то, что закон постулирует. «Не убивай, не лжесвидетельствуй». Закон лишь полагает границы дозволенного, но не дает силы не приступать эти границы. А вера через Господа нашего Иисуса Христа, воскресшего и вознесшегося, дает эти силы благодатью Божию через Церковь посредством Иисуса Христа. Итак, мы уничтожаем закон веры? Нет, но закон утверждаем. Действительно, через веру закон утверждается. Хотя, казалось бы, внешне кажется, что апостол Павел отвергает закон. Нет, он его утверждает через веру. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если так Авраам пришел, во времена Авраама не было закона. Это важно понимать. Что же он обрел по плоти? Что Авраам должен был сделать, не имея предписаний, не имея правильного пути перед собой? Что Авраам должен был получить по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Действительно, если мы что-то сделали по правилам, мы получаем похвалу. Молодец, выполнил правило. Но не от Бога. Потому что это лукавая позиция, что можно заслужить у Бога что-то. Как можно заслужить у Бога, выслужиться пред Богом? Это невозможно. Он творец всего. Он имеет похвалу, но не пред Богом. Если оправдался делами, то есть он сделал, и Бог, знаете, как заработная плата. Человек что-то выполнил, он получил фиксированную заработную плату, оплату труда и так далее. За что-то. То есть спасение превращается в объект торга, если мы спасаемся делами. Если мы думаем, что так спасаемся. Потому что вера, опять же-таки, без дел мертва. Но что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть мы видим, человек оправдывается веру независимо от дел закона. Мы признаем, у Авраама не было дел закона, потому что закона не было. А он пред Богом обрел праведность, и это говорит нам Священное Писание. Значит, все дело в вере. Будет у нас вера в Троицу Единосущную, в Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, в Его светлое воскресение, в Вознесение, в Его учение. Вот будет вера, будет доверие всему тому, что Бог нам предлагает к нашему спасению. Вот тогда наша вера и будет спасительна, и оправдательна для каждого из нас, при условии, что эта вера будет рождать плод. А плоды веры, это как раз-таки наши дела, исполнение заповедей. Все взаимосвязано. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем творить дела добродетельные, будем исполнять заповеди Божии, чтобы вера наша была живая и непреклонная. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое при и выше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова